Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы будем начинать наше служение. И как обычно, начиная его, давайте мы попросим Божьего благословения. Совершим молитву. Отец наш Небесный, мы очень благодарим Тебя за то, что по Твоей великой милости и любви смогли прийти во второй раз в Дом молитвы. Господи, слава Тебе! Мы очень благодарим Тебя, Господи, что Ты даешь нам это желание быть в общении народа Твоего со святыми детьми Твоими. И, Господь, мы очень нуждаемся в Твоем присутствии. Мы очень хотим, чтобы Ты Духом Святым посетил это служение, чтобы Ты благословил наши сердца и приготовил нас к слышанию голоса Твоего истин Твоих святых. Господи, благослови каждого из нас и благослови, чтобы наши бессмертные души могли напитаться из источника Твоего Слова. Любящий наш пастырь, мы молим, чтобы Ты благословил хор поющий. Если будет программа, чтобы Ты благословил программу. Всякое участие пением или стихотворением благослови. Мы молим Тебя, Господи, за тех, кто находится с нами и кто еще не в мире с Тобой или у кого нарушены отношения. Мы очень хотим просить, чтобы Ты действовал в нашей среде и чтобы Слово Твое способствовало изменению наших жизней и чтобы мы могли преображаться в Твой облик. Ты знаешь, что также наша молодежь сейчас где-то возвращается в пути или еще в общении. Тоже храни их в Твоих руках и благослови. Мы все придаем Тебе, наш любящий пастырь. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, Отец. Мы испытываем большие благословения от присутствия нашего Господа с нами. И мне тоже хотелось и перед молитвой прочитать для того, чтобы наши сердца могли подготовиться к молитве. Это Псалом 72. Это Псалом Асафа. Это не Псалом Давида, это Псалом Асафа. Я прочитаю его весь. Силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашей. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки семь, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы предродом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, Тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, а потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Такой средний псалом. Но псалом, который писал Асав, это вопль его души. Это размышления его сердца, почему такое происходит в мире. Почему это было сначала ему непонятно, но когда стало понятно, тогда он и написал этот псалом благодарности к Богу, что чудный Бог открывает истины. И он начинает этот псалом с благодарности ему. Он говорит, как благ Бог к Израилю чистым сердцем. И на самом деле, Бог, как был благ тогда к Израилю и к чистым сердцем, то в Иисусе Христе мы еще больше имеем благодати. Правда, братья и сестры? Потому что Он сегодня смотрит на каждого из нас. Он видит желание нашего сердца. Он видит не только желание, но и боль нашего сердца. И мысли наши видит. И Он хочет ответить. И Он хочет помочь каждому из нас. И я благодарен Богу, что у нас такой Бог. Что у нас такой Иисус, который любит нас. И вот знаете, псалмопевец начинает это слово, он говорит, что Бог настолько благ к чистым сердцам, «А вот я едва», Он говорит, «я едва не пошаднулись ноги мои и едва не поскользнулись стопы мои». Что же случилось? Он говорит, «я позавидовал безумным». В сердце Его проникла зависть. А зависть... Почему зависть проникла? Да потому что Он увидел, как в этом мире нечестивые благоденствуют. Что у них все хорошо. Им нет страданий. Им... Они не встают рано на работу. Они... На работе человеческой нет их. И от этого, говорит, они становятся гордыми и дерзкими становятся. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету и отвращают человека от Бога. Он говорит, «Есть ли ведение у Всевышнего, что нам так хорошо, и Бог, наверное, не заботится о вас. Бог... Вот мы только. Мы делаем то, что хотим, и поэтому нам хорошо». И вот Ассав, который был человеком, который искал чистоты своего сердца, он говорил, вот эти нечестивые благоденствуют веки семь, умножают богатство. Он говорит, «Так я, не напрасно ли все это делаю, очищаю сердце мое, омываю в невинности руки мои и подвергаю себя ранам, осуждаю себя всякий день?» Что же такое происходит? Что же такое? Я не понимаю тебя, Боже. Вот и в моей жизни тоже что-то происходит, ну, такое в моем разуме, что-то непонятное происходит. Почему так? Почему вот я люблю тебя, и вот многое терплю, подвергаюсь наказаниям от тебя, а тут вот нечестивые, которые не хотят, то есть в сердце своем, не хранят сердце свое чистым, они живут себе спокойненько, хорошо живут, и вот такое состояние было у этого Ассафа, псалмопевца. И это был непростой человек, это был особый человек, который, как и Давид, писал псалмы и пел псалмы эти в храме. И вот у этого человека, представляете, такой высоты человек, такие же самые сомнения, как и у простых людей. И вот что происходит с ним дальше? Вот в таком состоянии он находился, я думаю, некоторое время, и думал, размышлял об этом, и он говорит, это было очень трудно понять мне, почему же вот все такое происходит. Но на что я сегодня особенное внимание хотел обратить, это на то, что это было до тех пор, пока он не вошел в Освятилище Божие. Пока он не прикоснулся и не соприкоснулся вот с Господом лицом к лицу. Вы знаете, что такое святилище, правда, братья и сестры? Это то место, где, ну, в Слове Божьем слово святилище говорит о том, что это то место в храме, но в храме или в Скинии, где стоит Ковчег Завета. И куда первосвященник, священник только один раз в год входит, чтобы пронести жертвы за народ, чтобы Бог благословил этот народ. И вот он говорит, что, когда я вошел в Святилище Божие, но Слово Божие еще подразумевает по Святилищам и сам храм, и саму Скинию подразумевает, говорит, когда я пришел и стал перед Богом, и стал перед Ним, и Бог тогда открыл мне то, что у меня был большой вопрос. И вот мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы вот для каждого из нас и для меня лично у меня и у вас есть определенный вопрос. И тоже что-то есть, что мучает нас. Мы мы не знаем, как поступить, что мне делать. И вы знаете, и сегодня вот у меня несколько человек подходили и спрашивали, ну, просто беседовали мы вместе, есть нужды, есть проблемы, и люди просили молиться, и это, слава Богу. Но для чего это все было? Для того, чтобы получить ответ от Господа, получить ответ ясный, понятный, что делать. И вы знаете, когда он вошел во святилище, соприкоснулся с самим Богом, и написано, он уразумел, то есть он понял, ум его открылся, Бог ему открыл все это, и тогда все изменилось в его жизни. Он увидел, что вот то, что происходит с ними, это не напрасно, что это Бог допустил в их жизни. Но Бог допустил в их жизни для того, чтобы погубить их. И он говорит, понял, что они сейчас находятся на скользких путях, а эти скользкие пути, дорогие мои, приведут их в пропасть и к вечной погибели. У меня вот, пока я ехал на машине, такая мысль возникла. Вот в современном мире, вот представьте себе, что мы тоже где-то в горах и смотрим, как едут кто-то на машине, такие богатые люди. Ну, представьте себе машина, там, ну, Мерседес, может быть, но Мерседес это для нас постарше может быть такая хорошая машина, а там вот для нашей молодежи там может быть Ламбургини, так, правда, где-то стоимость полмиллиона, вот на такой машине едут люди радостные, веселые, веселые, а у меня такая простая машина, и, может быть, в сердце такое, да, какие счастливые люди, вот они такие радостные едут, на такой прекрасной машине едут, но пока я смотрю вот так вот внешне, но когда я посмотрел, я просто представляю себе, когда я посмотрел вниз, я вижу, что дорога скользкая, лед, а впереди крутой поворот, и вот представьте себе, едут на большой скорости, на такой дорогой машине, счастливые, радостные, но едут по льду, впереди поворот, и что будет с ними, братья и сестры, вот я так подумал, упадут в пропасть, и все, и уже не нужна им эта дорогая машина, ничего это не нужно, вот, это такое мое представление, вот это слово, которое я просто представил себе, и вот, и уже так, я сказать, слава тебе, Господи, что у меня такая простая машина, и что ты показываешь мне не скользкие пути, а показываешь мне твердые пути, на которых я могу двигаться, и эти пути меня приведут не в пропасть, не в погибель, а приведут меня к тебе, в общение с тобою, и приведут меня на небо к тебе, слава Богу, дорогие мои, за это, и вот в таком, мне бы хотелось, что сегодня, когда мы размышляем об этом, для каждого из нас есть возможность сегодня также войти во святилище, и я говорю, это не просто так, что это возможно было Асафу войти во святилище, но нам, братья и сестры, сегодня через Иисуса Христа дана возможность войти или приступить к престолу благодать. Вы знаете, что такое престол? Это, когда мы проходили евреям, это записано послание к евреям, 4 глава, последний, 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Братья и сестры, какие счастливые мы, что для каждого из нас, для простых людей, дана возможность приступить к престолу благодати. И вот эту возможность мы читаем, что мы имеем первосвященника Иисуса Христа, Сына Божия, который может сострадать нам в немощах наших. Приступить к престолу благодати, к самому престолу, дорогие мои, к престолу там, где Господь обитает, там, где Иисус обитает. И вот приступить к престолу благодати, попросить у Него прийти к Нему с моими нуждами, с моими проблемами, прийти, если я больной, с моей болезнью прийти, правда, дорогие мои братья и сестры, прийти к престолу благодати, чтобы получить. Здесь не написано, чтобы прийти к этому престолу благодати, чтобы посмотреть на Него. прийти для того, чтобы получить от Него. И я благодарен Богу, что эта возможность дарована мне и вам приступить к престолу благодати. Ну, современный мир, дорогие мои, вот, когда мы молимся, обычно в молитве мы выражаем наши нужды. Господи, благослови меня на этот день, помоги мне, будь со мною, помоги мне в моем труде, дай мне здоровье, дай мне силы. И вот таким образом мы приступаем к Господу, говорим аминь и идем дальше в нашей жизни. Конечно, слышит Господь эти молитвы? Слышит. Но, вы знаете, братья и сестры, вот, ну, что для меня дорого, это то, что я могу не просто сказать Господу, а вот приступить к престолу благодати и побыть в общении с Господом там. Не просто сказать ему нужды. Ну, я вот начал современный мир, знаете, вот, молодежь особенно сидят с мобильными телефонами и общаются друг с другом смс-ками. Ну, написал на собрании, получил ответ, но такое сообщение, такое общение есть. Или на компьютере люди общаются, даже не знают друг друга, посылают какие-то сообщения или переписываются друг с другом, даже, ну, видят только фотографии друг друга. Но, с другой стороны, есть еще непосредственное, прямое общение друг с другом. Когда, ну, мы приходим в гости друг к другу, когда мы общаемся, когда мы рассказываем, ну, о себе или слушаем нужды, когда мы принимаем это близко к сердцу, и все, я думаю, что это все по-другому, правда? И вот мне бы хотелось, чтобы вот и сегодня для каждого из нас это было не просто молитва, а было общение с Господом. Не просто, вот, вы знаете, вот в собрании, что мы делаем? Вот, сначала молится пастор, для того, чтобы собрание было благословенно, потом, вот, после первого проповедника дана возможность каждому прийти к Господу и пообщаться с Ним. Но часто мы слушаем только, молится только несколько человек, и мы, не общаясь с Господом, только слушаем, как эти люди молятся. Братья и сестры, что бы мне хотелось бы, вот, я, я, ну, я тоже, это я говорю то, что на самом деле у нас есть, но сегодня я бы хотел, чтобы каждый из нас на самом деле побыл с Господом. Конечно, то, что у нас есть в собрании, вот, у нас такое служение. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, но еще лучше, когда мы можем побыть с Господом наедине, когда мы можем закрыть дверь свою и побыть с Ним и получить от Него то, что у нас, то, что нас волнует наше сердце. И, ну, вот, я опять вернусь к собранию. Просто хотелось бы, чтобы не только несколько человек помолились, но чтобы наши сердца все молились, чтобы наши сердца все получили общение с Господом. Ну, вы знаете, вот, то не только слышать, но и соединиться с Господом, чтобы получить на самом деле вот это общение. Вы знаете, апостол Павел всегда заканчивает, почти каждое послание заканчивает такими словами. Любовь, не любовь, а благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Представляете, братья и сестры, общение Святого Духа. То есть, Святой Дух вводит нас в общение с Иисусом Христом, с Богом Отцом и дает нам эту чудную возможность побыть в этом общении. И, побыв в этом общении, обязательно что-то происходит в нашей жизни. Обязательно что-то проясняется в нашей жизни. Обязательно что-то лучше становится в нашей жизни. Но я просто представляю себе вот то, что я прочитал, предстать перед престолом благодати Господней. Перед престолом благодати кто принимает наши нужды перед престолом? Кто ходатайствует за нас перед Отцом? Иисус. Представь перед Иисусом. Ну вот, я просто представил себе вот такое положение. Сегодня, вот в то время, когда Иисус ходил на земле, если бы я в то время жил, и у меня какой-то был бы вопрос или болезнь, в основном с чем приходили к Иисусу? С нуждами. Большинство приходили больные, правда? Но помимо больных, приходили еще с другими вопросами. Некоторые искушали его, приходили. Приходили к нему елены, греки приходили. Еще много, много приходило к нему. И каждый находил ответ. И находил ответ и удовлетворение в общении с Иисусом. И вы знаете, что вот то же самое происходит и у нас. Сейчас его нет с нами физически. Но у нас есть возможность приступить к его престолу благодати. То есть точно так же, как будто бы он живой, вот в то время, когда был, приступить к нему, пообщаться с ним и получить у него ответ, и получить благословение, я благодарю Господа, что у нас есть эта возможность. Слава Богу за это, дорогие мои. И меня это радует, потому что я, когда это понял, и когда это есть в моей жизни, вот некоторые вопросы, которые были у меня, и которые волновали меня, ну и волновали какое-то время, когда я вот таким образом приступал к нему, вы знаете, получал ответ, до сих пор эти вопросы, они во мне, они ясные для меня. Бывает так. Мы слушаем на собрании, что кто-то проповедует о чем-то, о чем, да, у меня этот был вопрос. И этот брат проповедует, да, я получил ответ на этот вопрос. Да, да, слава Богу, я получил ответ. А вы знаете, проходит время, забыл. Вот забыл. Вот я помню, что брат говорил, такой вот ответ был, хороший ответ был, но я забыл. Но вы знаете, я не говорю, что это тоже плохо, это тоже очень хорошо. Но с другой стороны, когда вы непосредственно получили от Господа ответ на свою просьбу или на что-то, никогда не забудете. Ну, это я говорю из своей жизни, я не говорю, что это вот каждому может. Ну, это я говорю то, что я переживаю. И слава Богу, что Господь отвечает мне на молитву, помогает и благословляет. Ну, еще одно место, допустим, вот я прочитаю от Марка, когда к Иисусу пришел один начальник синагоги, звали его Иаир. И вот он спрашивает у него, у Иисуса, говорит, приди ко мне в дом, потому что дочь моя при смерти. И помолись, чтобы она выздоровела. Это в пятой главе от Марка записано. Я читаю уже то, что когда он пришел в дом начальника синагоги, с 35 стиха. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Ивашед говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. И девица точно встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вот на что хотел обратить внимание. что Иисус приходит лично. Когда уже все, все говорят, девица умерла. И в то же самое время он говорит, с начальнику говорит, не бойся, только веруй. И вот, братья и сестры, вот часто у нас тоже бывает какие-то вот такие вот переживания, очень тяжелые переживания. Но в то же самое время, когда мы зовем Иисуса к себе, и чтобы Он пришел, чтобы Он побыл у нас дома, в нашем сердце, все уходит. Представляете себе, что приходит, говорит, она не умерла. Берет ее за руку, поднимает и говорит, дайте ей есть. И таких случаев очень много. Очень много в Евангелии записано. Таких случаев очень много лично в нашей жизни, правда, братья и сестры, когда мы были в общении с Господом, побыли с Ним, мы получили ответ, получили радость от Него. Все поменялось. Наш разум просветлял, наша вера укрепилась, утвердилась в Нем. И тогда мы смотрим уже на все то, что нас окружает, другими глазами. И тогда мы уже совсем, ну, по-другому все этот мир воспринимаем. И по-другому ценности этого мира воспринимаем. Как вот псалмопевец уже говорит, заканчивает, говорит, кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Он говорит, еще такое хорошее слово, говорит, он говорит, сам псалмопевец говорит о себе, что вот в его трудностях, в его переживаниях, 23 стих, «но я всегда с тобою». Как бы ни было, как бы ни было трудно, как бы ни было это самое, он говорит, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. И поэтому, если это было открыто вот этому псалмопевцу Асафу, вот о том Боге, всемогущем, любящем Боге, то тем более нам открыто это в Иисусе Христе, что Он никогда не оставляет нас, что во всех обстоятельствах Он с нами, Он благословляет нас, Он пришел на эту землю, чтобы на самом деле наполнить нам своим присутствием. И Он говорит, «а мне благо, заканчивает, приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, дабы возвещать все дела Твои». И поэтому, и мне бы хотелось, чтобы и вот в этот час, когда мы сейчас будем молиться, мы могли бы, каждый из нас, не просто послушать, кто как-то молится, но каждому из нас войти в присутствие Божие, все свое упование возложить на Господа. И вы знаете, если вас что-то гнетет сегодня, если у вас какое-то переживание в вашей жизни, то я могу сказать, что Господь, и если это что-то непонятно, я знаю, что Господь хочет это открыть, хочет благословить. Но, дорогие мои братья и сестры, когда Господь что-то открывает, когда Господь что-то говорит нам делать, сделайте так, как Его Слово говорит, как Он скажет нам. И вы знаете, получим благо от Него. Слава Богу за это, дорогие мои, что Он любящий Бог, что Он все видящий, все знающий и хочет ответить на наши молитвы. И поэтому не торопитесь уходить от общения с Ним. Побудьте немножко с Ним побольше. Когда, допустим, вы одни дома, когда, ну, я не говорю, что и здесь в собрании нам нужно иметь вот это общение, чтобы каждый соединился и получил эту радость с Господом. Но самое главное, побудьте с Ним и получите ответ. Получите радость и мир в своё сердце. И делайте так, как Господь вам скажет в вашей жизни. Поэтому и сегодня мы на собрании находимся. Сегодня мы на собрании. Может быть, сегодня именно тебе нужно то Слово, которое сегодня ещё после меня будет говориться. Сегодня то Слово ответит на твои нужды, поможет тебе, благословить тебя и даст тебе возможность правильно поступить в твоей жизни, просветит твой разум и даст тебе силы для того, чтобы побеждать грех, чтобы освободиться от чего-то. Может быть, для тебя сегодня, ты ещё никогда не говорил, не был в присутствии Божием. Сегодня для тебя есть возможность, потому что Он ждёт тебя там у престола. ждёт для того, чтобы ответить на все твои нужды, чтобы простить тебя и благословить тебя. Аминь. Аминь. Помолимся. Господь, прими благодарность сердечную за то, что Ты с нами находишься сейчас вы на этом месте. Прими благодарность за то, что Ты дал нам эту возможность приступить к Тебе, приступить к престолу благодати, чтобы получить всякую помощь, которой мы нуждаемся. Благодарность Тебе, что Ты говоришь нам Слово Твоё. Благодарность Тебе, что это Слово ободряет нас, даёт нам силы, даёт нам радость. Я благодарю Тебя, Господи, за эти привилегии, которые мы имеем в Тебе, которые Ты подарил нам. Я благодарю Тебя, Господи, что всё то, что, Господи, гнетёт нас, мы можем всё это сложить у ног Твоих и получить, Господи, радость и мир в сердце. Слава Тебе, Господи! Я благодарю Тебя, Господи, за то, что у народа Твоего есть нужды, и Ты сегодня ответишь на эти нужды. Исцелишь больные, Господь, ответишь, Господь, на скорби сердца сегодня, спасёшь ещё многие души, Господи. Я за это благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты слышишь нас, что Ты приходишь к нам, что Ты живой Бог, что Ты наше упование, что Ты держишь за правую руку нас, Господи, и примешь скоро нашу свою славу. Хвала Тебе, Господи, за это. Я благодарю Тебя и прошу, чтобы и дальше Ты благословил каждый ход этого служения, напомнил его своим присутствием и да прославится имя Твое Святое. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Песня «Симон» 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 Песня «Симон» «Симон» Песня 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 «Симон» по нашему тем не менее он написано три раза в день открывал окна и молился богу конечно мы знаем что это был это данил я бы хотел рассказать стих про данила к тебе мой бог мое моление дерзаю вздохом произнесть излить всю боль и все утомление одно лишь только утешение в молитвы этой ты и есть и в счастье при тобой склониться всеми естеством желая скрыться от всех ненастей и забот и горько плакать и молиться о беспощадности не взгод ты знаешь сердце мое боже что для меня всего дороже всех благ сокровищ и наслаждений одно короткое мгновение побыть наедине с тобой и с этим ничего в сравнении не может быть одной мольбой тебе об этом я взываю и горько плачу вспоминая ненастных прежних дней печали и как не плакать и не стонать свободный раб моя свобода могилы мрак и на земле я сын плененного народа в чем боль привычкой стала мне чем стал привычен горький жребий и что осколки детских лет остались словно нежный свет зари не вспыхнувшей на небе но лишь одно мне не понять зачем кому-то отбирать топтать и рвать мою отраду мою последнюю сладу когда в молитве к небесам к тебе лечу я не отдам я не отдам под власть закона красу молитвенного стона и на попрани ногам свое единственное счастье могуществу жестокой власти не допущу и не продам я волен в духе пусть не в теле но в тленом только прах царит ты будь судей в этом деле тебе мой дух принадлежит тебе мечта и утешение и эти сладкие мгновения что лучше может жизни может быть когда склонив свои колени душою жаждущие общения вновь обретая силу жить тебе мой бог тебе всю душу и тайны гореча творю приди я сердцем жажду слушать и ощущать любовь твою возможно не было молитвы такой как в этот древний час но силой времени не скрыто то что горчит порой и в нас кто мог душе твой усталой душа измучена без сил сказать о том как много дала судьба твоя до нее ты мог ценить тем незаметным тем простым 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 общением с богом в этом ты мог дышать буквально им ты мог что многие не могут что очень многим невдомек то как душа приходит к богу и как душе приходит бог но ты не знал тогда в терзании среди зверей ворву о том что через основ веков потом посмотреть с чистым пониманием святая церковь и в страдании пойдет за богом сим путем и в лицах слабых неспособных но внутренне тебе подобных она сумеет сохранить все что нам данного утешение в поддержку слова наставления все что дает нам силу жить а царя чего он горько стонет неужели ему дано страдать неужели в правду сон отгонит великой совести печали тибели грозному владыке рыдать как малому дитю тибель чей скипетр великий под властью держит всю страну тибель стонать как рад под гнетом чья незавидная судьба так малоценна и черна и в чем-то мрачном и далеком собой так схожа на тебя теперь лишь ты познал постиг стена безжалостной правды суть теперь лишь ты познал рыдая что капли гордости чуть-чуть вкусить совсем немного надо для славы тленной а затем она имеет силу яда убьет в дуру убьет в душе любовно тем чем дорожить как жизнью нужно и что нам жизнь несет собой то что назовем мы просто дружбой что так не ценится порой хотя не нам судить об этом чего в душе греха таить мы все виновны и при этом не даст нам правду совесть скрыть но ты взгляни там над востоком аллея неба посмотри а вдруг твой друг во рву глубоком возможно живи еще беги беги надежда упования тебя пусть снова оживит пусть вспомнит с радостью сознания что бог прибежище и щит вот ров уже перед глазами довольно горестно вздыхать и не стесняйся закричать нет в том стыда кричать слезами нет в том позора и греха и душу изливая устами во тьму безжалостного рва где ты который любишь бога ответь смогли спасти тебя тот кому верен был во многом кому служил кого любя ценил превыше жизни тленной превыше радости мгновенно не побоявшись умереть спазли тебя твой бог ответь и отступая здесь замечу что очень трудно описать простой рифма силу встречи не легче смыслом передать возможно пусть и недословно но слишком сильен этот миг насколько сладостно грома схватила время этот стих но я признаюсь я бессилен возможно я бы так не смог но в крике метам стардорогаюсь я жив и жив господь мой бог ответьте мне кто правду любит и тот кто в истине живет неужели бог своих забудет неужели их оставит тот в ком счастье мир любовь свобода и кто готов в вагоне в воду идти но с тем или же идет кто служит не себе в угоду пусть это слово подтвердит и тот кто горя муку знает пусть это истина пылает и из немогших обновит одни прошедших же были желая на миг открывший тайны тени зовет зовет не уставая встречать грядущий новый день что несет нам мы не знаю уча же временем ценить мы чаще господу взывали и получаем сил жить аминь то серб на а а а а а а а Христос, реча мил, Христос, реча мил, Тебя удержим навсегда. Я скоро буду чёрный со всех сторон родить, Он защитит удержим на жизни нам пути. Христос, реча мил, Христос, реча мил, Тебя удержим навсегда. О, грех меня терзает, Сношусь я без суток. Не знаю изглавленье, Найди мне где легко. Христос, реча мил, Христос, реча мил, Христос, реча мил. Христос, реча мил. Христос, реча мил. Христос, реча мил, Христос, реча мил, Христос, реча мил. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы вновь обратились к Священному Писанию. Послание Иакова, 3 глава, давайте мы прочитаем с 13 по 16 стихи. Послание Иакова, 3 глава, с 13 по 16 стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Иаков здесь говорит о двух видах мудрости, которые существуют на земле. И один вид мудрости, очень распространенный вид мудрости, это мирская мудрость. И там действуют определенные законы, определенные принципы. И вот Иаков, он говорит, что принципы мирской мудрости, они основаны на зависти и сварливости. И там не может быть устройство, там не может быть благополучие, там не может быть благословение. И обращаясь к верующим людям, он говорит, а если вы мудрые, и мудрые не просто мудростью бесовской, душевной, земной. Если вы имеете мудрость от Бога, то очень важно, чтобы эту мудрость можно было доказать на практике, проявить ее на практике на самом деле. И интересно, вот критерии мудрости не божественной, не небесной, мы уже говорили о том, что есть определенные мотивы, которые движут человеком. И Иаков говорит здесь об одном очень интересном качестве. Это качество зависти. Священное Писание говорит, что в жизни человека есть два вида грехов. Одни грехи – это явные грехи, которые видно сразу и которые человека прямо ведут к осуждению. Ну вот это какие грехи, братья и сестры? Если мы видим, когда пьяный человек лежит во реке, мы говорим, пьяница, ну как можно было дойти до такого состояния, да? Явный грех, который прямо ведет к осуждению. Но Писание говорит, что есть второй вид грехов – грехи неявные, скрытые, тайные грехи, которые обнаруживаются когда? В последствии. И вот если мы говорим о таком качестве, как зависть, очень часто этот грех, он не видим сразу. Мы, люди, умеем очень умело маскировать наши нехорошие качества. И только при определенной ситуации вдруг становится явным какой-то вот грех внутреннего порядка, такой как зависть. Как вам кажется, какие грехи хуже? Явные или тайные? Все плохие. Все верно. Всякий грех, он плох, и в любом случае он приводит человека к трагедии, личной трагедии в жизни. Но, когда в нашей жизни есть вот грехи, подобные зависти, тайные грехи, вы знаете, они подобны червякам, которые живут внутри дерева. Я вспоминаю, там, где мы жили, в Киргизии, рядом с нашим домом стояло огромное дерево. Оно было выше пятого этажа, и там так удобно, можно было ставить машину в тень. Но вот что-то говорило о том, что с этим деревом не все в порядке. И я помню, как однажды папа мой говорит, знаешь что, ты не ставь тут больше машину. Это дерево, оно рано или поздно упадет. И я перестал там ставить машину, и оказалось вот так, как сказал мой папа, так и случилось. В один из дней я подъезжаю к дому и смотрю, что это огромное дерево, оно упало. И когда я подошел, посмотрел, выяснилось, что изнутри оно почти полностью было съедено червями. Братья и сестры, вот тайный грех, он подобно этим червякам разъедает жизнь верующего человека изнутри. И зависть – это один из таких червяков, который может поселиться в сердце человека, и который на протяжении многих лет может не давать покоя человеку. И, что еще очень важно сказать, порою нам даже самим себе трудно признаться в том, что мы заражены таким грехом. Потому что этот грех, он неявный. Если взять курение или ту же выпивку, ну, когда мы пришли к Богу, мы однозначно сразу приняли решение, мы хотим расстаться с этими грехами. Потому что это же явные грехи, но вот грехи внутреннего порядка, и в том числе зависть, с таким грехом бывает очень-очень сложно расстаться и освободиться от него. Итак, что же такое зависть? Как бы вы сформулировали, что такое зависть? В толковом словаре дана такая характеристика слову «зависть». Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Вы переживали что-то такое в своей жизни? Я думаю, что нет ни одного человека, который когда-то бы не переживал зависти. Это могло выразиться по-разному. Мы могли скрыть свое переживание, но мы понимали, сейчас мне нехорошо от того, что кому-то хорошо. Я помню, как я, будучи молодым христианином, но я уже был полностью вовлечен в служение и много трудился в церкви. На мне была большая нагрузка. И вот тут покаялся еще один молодой человек, мы с ним достаточно быстро сблизились, стали, ну, у нас стали такие дружеские отношения. Он, кстати, приезжал к нам в прошлом году, Валентин Шаипов. И вот я помню, как в нашей церкви встал вопрос о рукоположении. Избирали братьев на диаконское рукоположение. И я помню, как, ну, братья, рассуждая на совете, я тоже был на этом совете. И вот, значит, встает вопрос рукоположения ряда братьев, и в том числе и Валентина. И мое имя не называют. Вы знаете, я вот в тот момент сидел, я, конечно, не подавал виду, я знал, как нужно себя вести, но внутри мне было очень тяжело. Я думал, это же несправедливо. Как это так? Я столько тружусь в церкви, а меня не хотят рукоположить. Это была зависть. Самая настоящая зависть. И потребовалось определенное время для того, чтобы, ну, освободиться от этого очень неприятного и тяжелого состояния. Я хотел бы, чтобы мы могли на основании Священного Писания рассмотреть, а что, собственно говоря, такое зависть, и что Бог говорит по этому поводу. И следующий текст, к которому мы обратимся, он находится в Первом Послании к Коринфянам, в третьей главе, с первого по третьей стихи. Я прочитаю. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, он говорит, братья, я с вами не мог говорить вот, ну, на достаточно высоком духовном уровне. «Я питал вас не твердой пищей, я питал вас молоком». Почему? Потому что вы были не в состоянии принимать твердую пищу, потому что вы еще младенцы во Христе, вы еще плотские. И критерии, по которым апостол Павел определяет, что коринфяне были плотскими, они вот тут перечисляются. «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Зависть является показателем того, что человек, христианин, верующий человек, он плотской христианин, он недуховный христианин. Плоть в его жизни имеет очень большое влияние, и это влияние распространяется на все области его жизни. Братья и сестры, давайте мы просто вот проверим себя. Если в моей жизни проявляется зависть, то это признак того, что я плотской христианин. Если мы посмотрим Священное Писание, то мы можем найти очень много примеров, показывающих поведение, как в одной и той же ситуации в отношении зависти ведут себя люди духовные и как ведут себя люди плотские. Я хотел бы, чтобы мы могли обратиться к одному случаю из Ветхого Завета, когда Моисей вел израильский народ. Наступил такой момент, когда ему было ну просто уже очень тяжело вести этот народ, и Бог, он, обращаясь к Моисею, говорит, «Возьми из народа моего семьдесят старейшин и надели их твоим авторитетом». Надели их твоим авторитетом. Это написано, эта история записана в книге чисел в 11 главе. Давайте мы прочитаем с 24 по 29 стихи. Числа 11 глава с 24 стиха. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане. Одному имя Елдат, а другому имя Мадат. Но и на них почил Дух. Они были из числа записанных, только не выходили к скинии. И они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдат и Мадат пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, Господин мой Моисей, запрети им. А почему вдруг Иисус так запереживал? Господин мой Моисей, запрети им. Вы помните, как ученики приходят ко Христу и говорят, вот там есть человек, он с нами не ходит, а именем Твоим тоже чудеса совершает. И они говорят, мы ему запретили. А почему вы ему запретили? Чем вы движимы? Почему вам кажется, что это нужно остановить, запретить? Иисус, Навин, чем ты движим в этот момент? Почему, обращаясь к Моисею, ты говоришь, запрети? Братья и сестры, порою мы можем завуалировать зависть под каким-то порядком. Мы можем сказать, это не порядок, их не было вот тут, когда ты наделял вот остальных властью. Мы можем сказать, что, ну, они были где-то там в стане. Почему это они вдруг тоже начали пророчествовать? Надо запретить. Зависть, зависть, братья и сестры, вот нам дано, а вам нет. И 29 стих, смотрите, как Моисей отвечает. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. О, если бы все в народе Господнем были пророками. Моисей, он не переживает, что он вот один такой великий в Израиле. Он говорит, я хотел бы, чтобы в народе Божьем все были пророками. Братья и сестры, вот просто анализируя свою жизнь, у нас все гораздо проще. У нас не так, как у Моисея, который вел огромный народ, и вот как у этих старейшин. У нас порою, нас гложет зависть, когда кто-то стих рассказал лучше, чем я. Когда, знаете, кто-то в хоре спел, и спел так хорошо, слушай, всем понравилось, а я не радуюсь. Почему? А потому что я тоже пою. И вдруг я в этом человеке, с которым, может быть, уже давно сижу на одной лавочке в хоре, увидел конкурента себе, и я не радуюсь. Когда приезжает проповедник, или из числа наших выходит, и слово такое благословенное, а кто-то сидит и переживает, лишь бы меня не переплюнул, лишь бы он меня не превзошел сейчас. Братья и сестры, к сожалению, я не выдумываю сейчас что-то. Это печальная практика моей жизни. Вы помните, когда один человек набирал в свой виноградник работать людей? И вот написано, что он выходил четыре раза с тем, чтобы пригласить к себе работников в винограднике. Одни он вызвал их рано поутру, там даже не уточняется час. Второй раз он пришел в третьем часу. Треть для того, чтобы нам понять, вот какая это по-нашему, какое это время. К библейскому времени надо прибавлять шесть. Третий час плюс шесть, девять часов утра. В следующий раз он пригласил в шесть и в девять часов, это двенадцать часов и три часа дня. И четвертых он пригласил в одиннадцатом часу, в пять часов вечера. И они работали, все вместе работали до шести часов. Ну представьте себе, да? Я думаю, что те, кто работали с раннего утра, они договорились, что они получат динарий, да? И вот хозяин, он расплачивается с ними, но поступает несколько необычно. Он говорит, вот те, которые последними пришли, пусть первые придут за зарплатой. И вот приходят эти первые, и он дает им динарий. А что в этот момент думают те, которые с раннего утра работали там, братья и сестры? Они думают, слушай, я-то больше них работал, может быть, на одиннадцать часов? И они в предвкушении, что, ну, я получу больше, чем они. И вот двадцатая глава Евангелия от Матфея говорит нам об этом. И там последний стих написано, что когда они получили все зарплату, то те, которые пришли и работали с раннего утра, они начали роптать на хозяина. И вот смотрите, что здесь, как хозяин, мудро отвечает им. Двадцатая глава, пятнадцатый стих. Даже с тринадцатого стиха давайте прочитаем. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Братья и сестры, вот так бывает. Мы смотрим вокруг себя и думаем, «Слушай, ну я-то более достойный. А я уже так много сделал в церкви. А я тут с основания церкви. И, ну, ко мне надо какое-то другое отношение. Не пойдет просто так вот. Со мной надо считаться. А со мной порой не считаются. И просто говорят, ну как с рядовым членом церкви, да? И сразу какое-то такое чувство постигают. Это неправильно. Это неправильно. Но кто был неправ в этой ситуации? Вы знаете, вот этот хозяин виноградника, он действительно мог рассчитаться так, как он хотел. Потому что это его деньги. Но люди, которые работали, они просто не сориентировались в ситуации. И они начали на него роптать. А он говорит, слушай, я просто добр. И я вот так хочу сделать. И это мои деньги. И все. А если тобой движет зависть, проверь свое сердце. Проблема не в хозяине виноградника. Проблема в ком? Проблема в тебе. Мы же с тобой за динарий договорились. Итак, первое, братья, сестры, если в моем сердце живет зависть, то это однозначно признак моего плотского состояния. Давайте мы проверим, нету ли этого в моей жизни. Второе, на что я хочу обратить внимание. Если зависть не удалить из своего сердца, то человек никогда не сможет духовно расти. То есть, если человек пребывает в зависти, это не даст ему духовно расти. Он никогда не сможет выйти из этого плотского состояния. Текст. Первое послание Петра. Вторая глава. С первого по третьей стихи. «И так отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Петр говорит, что в жизни верующего человека должен происходить духовный рост. Духовный рост зависит от того, чем мы питаемся. Здесь написано «возлюбите чистое словесное молоко». Но вот интересная последовательность. Прежде чем возлюбить чистое словесное молоко, очень важно что-то из жизни отложить. Или удалить, как здесь написал апостол Петр. И что это такое? Злоба, коварство, лицемерие, зависть, и всякое злословие. Обратите внимание, пять грехов, которые перечисляются, И четыре из них, кроме всякого злословия, это грехи внутреннего порядка. Это не грехи, которые явны и прямо ведут к осуждению. Это то, что может пребывать в нашем сердце. И один из них – это зависть. Братья и сестры, если мы в своей жизни не смогли удалить зависть, то я никогда не смогу духовно расти. Обратите внимание, кто дает рост человеку духовный? Духовный рост человеку дает Бог. Правильно? Все зависит от Бога. Но здесь необходимо и наше участие. И мы можем расти в чем-то. Мы можем расти в служении церковном. Мы можем расти еще в каких-то вещах. Даже мой авторитет может расти. Но при всем этом, если в моем сердце живет зависть, духовного роста происходить не будет. И очень важно, братья и сестры, смотрите. Зависть – признак плотского состояния. Если мы не убираем зависть из нашей жизни, то я не могу духовно расти. И получается замкнутый круг. Человек находится в одном состоянии, из которого он просто-напросто выйти не может. И еще одна очень важная деталь. Как вам кажется, зависть приносит много зла или нет? Нет? Или нет? Вообще это такой грех. Некто сказал такие очень интересные слова. Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть. Ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других. Как-то у одного мудрого человека спросили о другом человеке, который был заражен завистью, отчего этот человек ходит такой угрюмый и подавленный. И вот этот мудрец, глядя на него, отвечает. Вот. Либо кому-то посчастливилось, либо ему не посчастливилось. Действительно, завистливый человек, он постоянно будет входить в таком состоянии, он постоянно будет вредить самому себе, но не только самому себе. Зависть, она все равно выражается и в остальных, в других грехах. Вот посмотрите, Каин и Авель. Что там произошло? И тот, и другой принесли жертву. Только жертва Авеля была принята, а жертва Каина принята не была. Один из факторов, который повлиял так на Каина, что он убивает Авеля, был зависть. Это безусловно. Посмотрите дальше. Иосиф и братья. Ну, представьте себе, Иосиф приходит и говорит, я там видения такие видел, что мне поклоняются снопы эти на поле, а потом звезды, солнце, луна. Кому это понравится? И братья, чем они были движимы? Вот представьте, сколько надо барьеров перешагнуть, чтобы родного брата продать в рабство. Зависть, братья и сестры. Зависть. Они не могли смириться с тем, что он не только любим больше, чем они, отцом. Но и еще ему такие видения вдруг приходят. Слава Богу, что они не убили Иосифа, они убить его хотели. Они его просто в рабство продают. Давайте пойдем дальше. Давид и Саул. Вот обратите внимание, Давид, когда там все войско разбегалось, приходит Давид. Я говорю, да кто это такой, вот этот вот филистимелянин необрезанный, который так поносит войско Бога живого, я сражусь с ним. Мальчик выходит и побеждает этого Саула. Радость? Радость. И вот они возвращаются с похода, и там их девицы встречают в народе израильском. И песни поют, и их слова там говорят такие интересные. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вы представляете, вот, может быть, десять слов. После этого на протяжении многих лет Давид убегает от Саула. Саул хочет убить Давида. Почему? Что плохого сделал Давид? А ничего плохого он не сделал. Саулу неприятно, что Давида поставили выше него. Он говорит, ему только теперь царства еще не хватает. И он хочет его убить. Зависть, она проявляется в конкретных выражениях. Христос и фарисей. Когда к Пилату привели Христа, он четко определил, почему его привели. И зависти его отдали. Потому что за Христом люди шли. Потому что у него авторитет был. И его отдали на страшную смерть. Сколько таких примеров вокруг нас, братья и сестры. Особенно вот там, откуда мы приехали. Сколько домов сожгли. По одной причине. Зависть. Знаете, сколько искорябанных машин с соседями. Потому что не смог смириться, что сосед купил хорошую машину, подошел, раз-раз поцарапал. Сколько коров. Ну, просто отравили. Элементарно. Зависть. Она вредит человеку. Знаете, кто-то... Интересный пример такой. Что хуже, сребролюбие или зависть? Один царь, он решил определить, что же хуже, сребролюбие или зависть. И, знаете, он провел такой эксперимент. Он предложил... Ну, нашли ему вот двух людей, в ком это особо проявлялось. Вот сребролюбие. Сребролюбец и завистник. И этот царь говорит, вот вы можете у меня попросить первым, кто угодно из вас, что угодно, но только вы должны знать, что второй получит в два раза больше. Что угодно просите. Вы знаете, что попросил завистник? Да-да, он попросил, чтобы ему выкололи один глаз. Потому что он не мог с этим смириться, он не мог согласиться, что тот получит вдвое больше чего-то хорошего. Он не смог бы жить с этим бременем, он говорит, выколите мне один глаз. Представляю, что чувствовал тот сребролюбие, когда услышал это. Вот зависть – это такой очень серьезный и тяжелый грех. Если мы не расстанемся с ним, то это будет вредить не только нам, но и людям, окружающим нас. И зависть, она подвигает человека на многие очень необдуманные действия в его личной жизни. Но ведь это так, правда? Вот действительно, когда человек смотрит, и он просто не может остановиться на чем-то, чего он достиг. Как-то мы с одним из братьев здесь уже в Америке беседовали, и зашел вопрос о машинах. И, ну, когда я приехал, вот купил машину, хорошая машина, да, а поездил некоторое время и думаю, я бы мог купить лучше машину за те деньги. Ну, как-то стал анализировать, вот пожив тут в американской жизни, увидев возможности, какие здесь есть. И вот этот брат, он сказал мне очень мудрые слова. Он говорит, знаешь, всегда у кого-то что-то будет лучше, чем у тебя. Но это действительно так. Мы не можем превзойти всех во всем. У кого-то что-то будет всегда лучше. И если я свободен от зависти, то я могу свободно жить. Я доволен машиной своей, мне хорошо. Я ездю и благодарю Бога, и говорю, Господи, слава Тебе, да я о такой машине и не мечтал. А если я завидую, приехал сюда на стоянку, ничего себе, начинаю сравнивать. Слушай, моя-то машина, она так смотрится, блекленько, рядом с теми машинами, которые сюда приезжают. И это начинает двигать меня к чему-то. Ну, я человек верующий, не буду корябать машину. Но если в моей голове вот это засела мысль, сколько людей сегодня, как вот те люди, о которых утром я сегодня приводил пример, уже вода все вот тут заступила, он еще губки трубочкой вытянул, чтобы только дышать. Чтобы справляться вот с этим бременем финансовым, которое они взвалили на себя. Зачем нужно покупать дом, за который пять тысяч в месяц платить нужно? Зачем? Зачем нужно покупать машину? Я помню, как брат Виталий Корчевский, ехали с ним, он говорит, представляешь, звонит мне один брат и говорит, слушай, займи двенадцать тысяч. Машину хочу купить. Он говорит, слушай, может быть ты дешевле машину какую-то купишь? Зачем за двенадцать тысяч покупать машину? Купи за восемь. Он говорит, да нет, ты не понял, это даунпеймент. У меня есть семнадцать тысяч на даунпеймент, а двенадцать тысяч на даунпеймент не хватает. Двадцать девять тысяч на даунпеймент за машину. Он говорит, слушай, а что ты там за машину собрался покупать? За сто двадцать тысяч долларов. Машину человек хочет купить. Зачем? Что движет человека? Превзойти всех вокруг? Все равно в итоге встретишь кого-то, у кого машина будет лучше. Да плюс приедешь куда-нибудь на стоянку в магазин, ну и кто-то дверь откроет и просто зацепит твою машину за 120 тысяч. Что ты чувствовать будешь? Зависть, она толкает людей к очень необдуманным действиям, которые впоследствии принесут им много огорчений, много горечи и много боли. Ведь, вот, братья и сестры, не секрет, да, когда мы стали переезжать сюда в Америку, я-то не так давно живу, два с половиной года, но нам было приятно, когда говорили, ох, какие они крутые, какие они дома строят сразу, да? Страна дает возможности. И вот пришел кризис. Лично я верю, что это от Бога было. Пришел кризис. И что дальше? Где те улицы, которые строились тракистами, которые зарабатывали большие деньги? Улицы стоят, только люди там не живут. Почему? А потому что бремя финансовое не под силу. А неразумнее ли было, пусть это не такой большой дом, но он бы уже был выплаченный и уже был мой. Я приехал в Кливланд, и там большая часть церкви работает на грузовиках. Они по месту возят грузы и очень хорошо зарабатывают. И вот пресвитер этой церкви, он тоже ездит на этом грузовике, церковь не такая большая, он говорит, знаешь, вот когда кризис пришел, мы с ним в хороших дружеских отношениях, он говорит, сколько людей, с которыми я беседовал, которые просто каялись и говорили, как мы неразумно использовали деньги, у нас бы давно уже были выплаченные дома, но мы были в постоянной гонке превзойти один другого. И в итоге лишились очень многого. Братья и сестры, зависть. Давайте мы проверим свои сердца. Возникает вопрос, каким образом из зависти выйти? Каков путь освобождения? Я прочитаю послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающих в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот смотрите, что-то опять нужно отложить, как говорил апостол Петр, и что-то во что-то нужно облечься или одеться. Путь освобождения. Первое. Я никогда не смогу освободиться от чего-то, если я прежде не признаюсь, по крайней мере, сам себе, что у меня эта проблема есть. Любой грех, в том числе и зависть. Огромный шаг делает человек, который смог увидеть самого себя. В ранней церкви говорили, благословен тот человек, который сподобился увидеть ангела. Но гораздо более благословенный человек, который смог увидеть самого себя, свое состояние. Первый огромный шаг, когда я могу самому себе признаться, «Господи, у меня эта проблема есть!» Следующий шаг закономерно вытекает из этого шага – Богу признаться. Богу признаться, покаяться перед Богом. Не так давно беседовали с братом, с одним, он говорит, «Знаешь, когда я понял вообще, каким путем я иду, два месяца я каялся перед Богом. Два месяца каждый день я молился к Богу и говорил, «Господи, избавь меня от этого пути, освободи меня!» Сегодня он живет совершенно другой жизнью. И третий момент. Я верю, что Бог, Он очищает сердце, от этого происходит обновление ума, но нет никакой гарантии, что искушение вновь не вернется. Третий шаг – не только, кстати, в зависти, в любом другом грехе. Третий шаг – нам необходимо постоянно работать над собой, чтобы этот грех вновь не взял надо мною верх. Итак, мы рассмотрели очень коротко и только некоторые тексты Священного Писания, которые нам говорят о зависти. Бог да благословит нас, чтобы вот этот грех в том числе, он не был присущ нам. И Бог да поможет, если у кого-то есть с этим проблема, покаяться и оставить этот грех. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, сердечная благодарность Тебе, что мы имеем Слово Твое. Сердечная благодарность Тебе, что через Писание Ты учишь нас, подсказываешь нам так, как нужно нам жить. Я очень прошу Тебя, благослови нас. Благослови, чтобы на все в этой жизни мы могли бы смотреть из святилища. Господи, благослови, чтобы никакой грех, явный или тайный, не властвовал в нашей жизни. Боже, помоги, чтобы мы могли возрастать духовно пред лицом Твоим. И как чисто, чтобы наша церковь возрастала, так и каждый из нас в отдельности духовно мог возрастать. Да будет Твоя милость над каждым из нас в отдельности и над всей нашей церковью. Аминь. Боже мой, Ты знаешь все печали, Ты видишь скорбь и слезы на земле, Слышишь, вопритет обращает, Моль без страданий, я свой взор к Тебе. Но я стремлюсь туда, где не в столе и слезы на земле, Сердце мне, зажги любовь Твою, всю жизнь Господь, Тебе я отдаю. Но я стремлюсь туда, где не в столе и слезы на земле, Сердце мне, зажги любовь Твою, всю жизнь Господь, Тебе я отдаю. Для Тебя готов я все отдам, до конца за истину стоять, Всей душой Тебе, Господь, стремлюсь. Ты услышишь, когда к Тебе молюсь, Для Тебя готов я все отдам, до конца за истину стоять. Всей душой Тебе, Господь, стремлюсь. Ты услышишь, когда к Тебе молюсь, Без Тебя, Господи, я ничего не хочу без Тебя. Без Тебя и моим новою я к Тебе возглашу, Лишь Тебе, Господь, вся жизнь моя. Ты меня защитит, поспеши, Ты яви мощь свою, Господи. Ты ко мне поспеши, дай покой для души, Лишь Тебе, Господь, вся жизнь моя. И в холоде жизни мне сердце согрей, Ты не ждай, ты не ждай, Ты не ждай, а по Своему любовью споней. И в холоде жизни мне сердце согрей, Ты не ждай, а по Своему любовью споней. И в холоде жизни мне сердце согрей, Ты не ждай, а по Своему любовью споней. Ты не ждай, а по Своему любовью споней. И в холоде жизни мне сердце согрей, Ты дал, Господь, не раз и не дал, Теперь я свадьбу, и свадьбу я Возваю без Тебя старшеством. Слава Богу! Сегодня я верю, что и утром, и вечером Бог в обилии благословил нас своим словом, истинами из Священного Писания. Осталось только на практике применять их и выполнять в своей жизни. Итак, на неделе у нас все служения без изменения. В следующее воскресенье у нас вечеря Господня, воспоминания страданий и смерти Иисуса Христа. Будем готовиться. Я хотел бы напомнить, что у нас работает библиотека. Мы очень рады, что брат Петр, сестра Елена взялись за это служение и очень хорошо начали. Уже много сделано, и я знаю, что многие начали брать книги. Братья и сестры, я мотивирую вас к тому, чтобы вы могли брать и читать книги. Там есть и на русском, и на английском языке. Пожалуйста, будем использовать тот резерв, который есть у нас. И одно переживание. Вы знаете, закупили достаточно много новых книг, и практически, ну, скажем так, взять сейчас, прочитать их все, проверить невозможно. Невозможно. И я верю, что каждый из нас уже достаточно духовно зрел. Если вы взяли какую-то книгу и видите, что в ней есть, ну, какие-то моменты, которые не соответствуют Евангелию, учению нашему, вы просто-напросто закладочку и, ну, с этой книжкой подойдите к ответственным в библиотеке, покажите. И мы просто такие книги из библиотеки, из нашей, будем убирать. Но, тем не менее, пользуйтесь библиотекой, не бойтесь, что там, ну, что-то такое, какую-то книгу возьмете, такую, что она так повредит вам. Я не думаю, что это будет. Если что-то увидите, повторю, мы уберем эти книги, но читайте книги, и Бог да благословит в этом. В заключении у нас есть две молитвенные нужды. Просьба о родственниках, чтобы Господь дал им веру и духа покаяния. И также сестра просит помолиться, чтобы Бог послал помощь и защиту на работе, а также о личной нужде. Вот такие вот у нас две просьбы. Встанем для молитвы. Отец Небесный, мы очень благодарим Тебя, что Ты благословил это служение. Мы благодарим, что могли вникать в Слово Твое, рассуждать над ним. Господи, благослови, чтобы мы были не просто слушателями, но чтобы мы были исполнителями Твоего Слова. Отец, мы вступаем в новую трудовую неделю. Благослови нас, благослови наши семьи, благослови наших детей. Во всех местах, где мы будем, храни нас от любого рода греха и злада. Будет благодать Твоя и милость над нами. Господи, я очень прошу Тебя вот за эти две нужды. Ты видишь просьбу брата о покаянии родственников. Родственников пошли им покаяние. И Ты видишь также обращение этой сестры, что ей необходима помощь и защита на работе, а также разрешение тяжелой личной нужды. «Господи, выйди навстречу и помоги этой сестре, не оставь ее без милости Твоей великой». Иисус, в этот вечер распусти нас с Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим!